Привет, друзья! В этом видео покажу, как поставить уведомление о повышении или о снижении цены в приложении Тинькофф Инвестиции. Очень полезная функция, пользуйтесь ей обязательно. Если вы совершаете долгосрочные или короткосрочные сделки, сейчас расскажу, как эта функция применима и как она работает. Давайте покажу на примере Apple. Захожу в компанию Apple, здесь вот есть колокольчик и плюсик, видите, справа вверху. Нажимаю на него. Извиняюсь. Здесь я могу поставить изменение цены на 10%. Она будет стоить 135 долларов. Если цена повысится плюс 10%, то мне придет уведомление. Я, соответственно, могу уже посмотреть на ситуацию на рынке, понять, что же происходит с Apple, почему она подросла, либо мне фиксироваться, либо мне ждать дальнейшего роста, то есть принимать какие-то решения. Если вы совершаете короткосрочные инвестиции, то есть вы именно трейдер, то эта функция вам будет полезна. Нажимаете добавить и у вас вот такое уведомление вверху светится. Когда мы перейдем на график, то у нас на графике тоже колокольчик, видите, стоит справа на уровне цены плюс 10%. Еще раз нажимаем на плюс колокольчик, удаляем это. Теперь для долгосрочных инвесторов, если вы инвестируете и ждете, вы ожидаете, как вам быть, как вам может быть полезна эта функция. Например, вот есть компания JD.com. Я ее купил, она после этого упала, в последнее время она просела, но компания за последний год выросла на 109%. И в принципе она перспективная, китайский рынок достаточно перспективный. Как говорят аналитики в этом году, ну и мне тоже так видится. Я могу поставить, например, нажать плюсик и колокольчик и поставить изменение цены в 10%, но не нажать, в общем, на вот эту зелененькую стрелочку. Плюс 10%, видите, справа зелененькая стрелочка. Нажимаем на нее, она становится красненькой, вниз показывает. То есть, соответственно, плюс 10% или минус 10%. Я хочу узнать, когда она упадет на минус 10% либо на минус 5%. Нажимаю добавить. Зачем я ставлю такие рамки? Потому что если она упадет, например, на 5%, то я смогу еще докупиться. Я смогу еще докупить акции, чтобы выровнять свои позиции по этим бумагам. Это полезно для долгосрочных инвесторов, для тех, кто постоянно балансирует свой портфель. Например, вы выбрали акции нескольких компаний, вы инвестируете только в них. Вам нужно понимать, в какие акции и в какой момент лучше всего инвестировать. Потому что иногда деньги лучше придержать, подождать более выгодные точки входа. И вот такие выгодные точки входа вы, например, верите в компанию. Вы знаете, что JD.com – это, не знаю, будущее Амазона, условно, через 5-10 лет. Но у нее в ближайший год вы допускаете, что, возможно, там просадки, возможно, она будет проседать, но в итоге она вырастет до хороших размеров акций. Тем самым, таким вот образом, с уведомлением, вы можете ловить ее на низких позициях, докупать ее на еще ниже, еще ниже позициях. Вот, очень хорошо для долгосрочных инвесторов. Если вам понравилось это видео, было полезным, то не забудьте про лайки, про подписку на канал. И всего вам хорошего, удачных инвестиций. Пока. Продолжение следует...